Такое решение большинством голосов сегодня приняла подкомиссия Сейма по государственному воспитанию. Для дачи объяснений в Сейм были приглашены исполняющие обязанности директора школы, представители Рижской думы и Министерства образования. Репортаж Валерий Смирновый. Я готов честно говорить, что я к этому государству не лоялен. Я этот режим презиралю просто-напросто, в том числе, что моих детей он отторгает от себя и создает им очень много проблем. Заседание подкомиссии по государственному воспитанию, численный перевес в который имеет национал-радикалы, напоминало судебное заседание. Обвиняемого приговорили заочно и уже поначалом. Прежде чем будет сформулировано мнение подкомиссии, хочу сказать, я убежден, нет другого адекватного решения в этой конкретной ситуации, кроме того, что конкретный учитель должен прекратить выполнять свои обязанности. Задача школы – освободить его от работы. Представители Министерства заявили, подобные высказывания учителя действительно противоречат закону об образовании, однако освободить его от работы не в их компетенции. Кроме того, в нашем обществе немало людей, которые выражают такое отношение к государству. Тогда и решение тоже надо принимать в отношении всего общества. Мы начали проверку, и в этом случае нарушена не только одна норма закона об образовании, но и стандарты, в которых указаны на воспитание патриотизма и лояльности к государству. Мы запросили разъяснение у руководства школы. Завтра утром туда отправится наш инспектор. После этого в нашей компетенции сказать, следует ли прервать трудовые отношения с конкретным учителем. Госслужба планирует завершить проверку в конце этой недели, однако узнав, что ее решение будет иметь лишь рекомендательный характер, национал-радикалы призвали на помощь юриста, который высказал свое возмущение действами учителя Рафальского. Эту ситуацию я вижу как гражданин. Я, извините, плачу налоги, из которых финансируют учителей. Так почему я должен их платить, если государство не заботится о том, чтобы в школе работали люди, лояльные к этому государству? Руководитель департамента образования и спорта Рижской думы заявил, что Рафальскому следует уволиться по собственному желанию. Исполняющая обязанности директора 40-й школы рассказала, что по решению этической комиссии учебного заведения учитель уже получил письменное предупреждение. Однако для его увольнения у нее нет никаких законных оснований. Кроме того, Рафальский – прекрасный педагог, и на него за 30 лет работы ни разу не поступало никаких жалоб от родителей. У меня нет законного основания. В законе о труде четко сказано, что моя компетенция распространяется в договоре о труде. В договор о труде четко сказано – его рабочее место, его рабочие обязанности. Все высказывания он сделал не на рабочем месте и не в учебном процессе. Господин Рафальский, как высказали мнения родителей, прекрасный педагог, но плохой политик. И он должен сделать свой выбор – он будет выступать как политик или он будет выступать как педагог. Если он выступает как педагог, он должен помнить, что слово «педагога» имеет мощную силу. Молодой радикал Янис Домброва зачитал длинный список преступлений Рафальского. Этот учитель не может быть учителем. Я процитирую только самые яркие случаи. В 2003-м Рафальский считал, что после 2010-го года, после реформы образования, произойдет ассимиляция русских школьников. 17 марта 2005-го в одежде заключенного он принимал участие в акциях протеста против шествия легионеров. Тогда были задержаны 35 человек, в их числе Александр Гильман и депутаты Рафальский и Дергунов. Услышав, что радикалы настаивают на голосование, депутат от партии реформы Инна Табишева заявила, Сеймовская подкомиссия не должна вмешиваться и указывать, как должен поступать директор школы. Независимый депутат Упенеекс настаивал, Рафальского надо призвать к ответу за другое нарушение. Учитель получил гражданство путем натурализации и дал клятву верности. Специально заглянувший на заседание депутат Целевич сказал, что все происходящее напоминает ему советское РАНО и предложил собравшимся подумать о свободе слова в контексте европейского законодательства, а также о том, есть ли в латвийских законах определение лояльности. На что получил ответ, в законе мол, все не запишешь. Голосование депутатов о том, что Рафальского следует исключить из школы, было почти единогласным. Против выражения такого мнения, имеющего рекомендательный характер, был только Николай Кабанов. Участие депутатов под комиссией возникли подозрения, что представитель ЦС сегодня пришел на работу в нетрезвом состоянии. Депутаты национального объединения планируют обратиться по этому поводу в комиссию по этике. Олег Смирнов, Олег Горячев, Первый Балтийский канал. В одной из рижских школ работал нелегал из России. Служба в гранах.